Итак, продолжаем серию рассказов о рожденных в нулевые годы. Итак, 2005 год – это год луны, мистичные, ранимые, чувственные, эмоциональные, хрупкие дети с особой психикой. Единственный такой год в этом нулевом десятилетии. Особенные дети, ранимые, болезненные, внушаемые, их надо беречь, лелеять, нельзя на них голос повышать и так далее. Очень нервный подростковый возраст, очень будут переживать за родителей, их семейные проблемы, личные. У них очень много драматургии, драматической семейной жизни между родителями и взаимоотношения. Беспокойные, тревожные, мнительные, суверные, внушаемые, религиозные, мистичные, хрупкое здоровье, как я уже говорил, психическое тоже, поэтому трепетные натуры, творческое начало, медицина, психология и так далее. Забота о людях, помощь людям, как ангелы и демоны будут себя вести, не от мира сего белые вороны. Вот такая их особенность. Цветы белые, стихия воздух и вода одновременно, поэтому творческое начало очень сильное, петь, рисовать, танцевать, проявлять себя. Женский год, очень такой особенный, первый год после 2003, вот женский это 2003 год Венеры или Голгофы, его 2005, значит, и будет такой же 2008. Значит, 2005 год это особенные дети, к ним надо внимание, у них сейчас очень тяжелый переходный возраст, вот эти ближайшие 5 лет, обратите на них внимание, берегите их, заботитесь о них. Дети браки очень индивидуальный особый вопрос, особо суетиться, стараться они иметь много детей и браков они не будут, влюбчивые, любят один раз, глубоко, навсегда, глубоко переживают расставание, разлуки и так далее. Особый год, берегите его. 2006 год, безумный год Марса, опять же, как и нулевой, только невысокосный уже, значит, поэтому соответственное поведение. Красный цвет, стихия огонь, дерзкий, смелый, решительный год себе на уме, рациональный, расчетливый, бесстрашный, импульсивный, такой самобытный. Спортсменов очень много, военных будет много, юристов, людей с железом и техникой, электричеством занимающихся, разработчиков, технорей, компьютерщиков разных. Очень будут они продвинутые в этой области, немирный год, неиспокойный, тревожный, раздражительный. 2006 год, непростой во взаимоотношениях, страстный, влюбчивый, привлекательный, соблазнительный. Но когда выстраиваются отношения, там начинаются проблемы, и там надо быть, как говорится, смотреть в оба, потому что очень сложная история вокруг них будет происходить. Они могут как зачинщиками быть, как виновниками, так и жертвами в любых конфликтах, спорах, разногласиях, которые будут происходить вокруг них. Поэтому продолжатели мужской линии рода, они будут создавать мальчиков в основном, и стараться, чтобы эти мальчики были сильные, более красивые, чем они сами, успешны в недостижениях и так далее. Девочки, естественно, мальчикового типа, это тоже понятно, поэтому гавроши, танки-пулеменщицы, амазонки, это девочки 2006 года, с ними все непросто, сложно. Видео про этот год есть, послушайте, посмотрите, есть текст, почитайте, очень непростой год. 2007-й, это среда, бог торговли, Меркурий, полубожок, посредник между Олимпом и людьми, бог торговли, предпринимательство, расчетов, покровитель торговых караванов, Меркурий, символ деньги, Иудин год, Иуда Искариотский, предатель. Поэтому год такой, скажем так, продажный. Значит, вот помним, да, пузырь лопнул в 2008 году. В 2007-м все были богаты, крутые, все были ого-го, цены взлетели, все было жутко дорого, богато, снимались фильмы, спектакли, скупалась недвижимость. Последний такой шикарный, дорогой год перед грохотом 2008 года. Так сказать, последний спокойный год в мировой истории, зажиточный такой. Вот аферисты, авантюристы в этот год рождались и крутили, вертили всех и вся, создавали пузыри, что потом и случилось в 2008 году. Поэтому это предприимчивый год, хитрый такой, лукавый, приспособленцы, адаптация хорошая. И наши мы, ваши, бисексуальные, 50 мужского, 50 женского, как и в 2001-м. Вот первый год и седьмой, это такие два братья-близнеца. Они будут друг друга, так сказать, подкалывать, сконкурировать и так далее. То есть коммерческий такой цикл. С первого по седьмой год люди очень быстро богатели, поднимались, развивались. Поэтому рожденные в 2007-м ушлые, ушлые ребята. Поэтому уже за ними надо посматривать, присматривать, чтобы не воровали, не лгали, не лукавили, не хитрили, не создавали проблемы и так далее. Потому что они очень быстро учатся, быстро образовываются, быстро поднимаются, развиваются, стремятся вперед, становятся динамичными, решительными, как им кажется. Но нагрузки они не выдерживают в спорте хорошей, в коллективном, индивидуальном спорте. А вообще любой способ забывания денег, какое-то благополучие, стабильность, к этому они будут рваться, стремиться всю жизнь. Любви обильной, плодовитой, плодоносной. Детей и браков будет немало. Сложные отношения, непостоянные. Они всегда вторые, третьи, на побегушках, там заместители, решала, дипломаты в какой-то степени. Все вокруг денег и прибыли, и интересов, связанных с деньгами и всем остальным. Это вот 2007 год. 2008 год, пятница, Голгофа. Вот тут и началась ужас. Я помню очень хорошо этот год. Я получил наследство от покойной супруги. Меня накрыла волна искушения. Получил большую сумму и начал. Началось это вот, все транжирование. Поэтому этот год был очень тяжелый, сложный. Рушилось все. Гремело, грохотало. Финансы лопались, мыльные пузыри эти все. Вся эта роговизна сумасшедшая. Я помню, нельзя было нормальную квартиру купить за миллионы. Все как с ума посходили. Изобилующие искушениями год. Год Венеры, Голгофа, вечно бесконечной любви. Особой любви, жертвенной. Поэтому те, кто поставили в восьмом году на деньги и блага, они потеряли очень много, разорились. Очень много суицидов было, очень много кошмарных историй, разводов, трагедий семейных и так далее. Поэтому восьмой год был очень жизненный, жизнеутверждающий. Дети этого года носители любви. Но или любви к деньгам, благам и материальному благополучию, или любви жертвенной, душевной, настоящей, искренней, жертвенной. Они будут любить, и любить очень сильно. Быть, уют, комфорт, тепло, благосостояние. К этому они будут тянуться. Добрые, по сути, внутри, созерцательные. Но темп, ритм высокосного года, сносящий все и вся. Кровопролитный год. Мы помним события в Грузии, вот это чудовищные события, там потом теракты были, разные истории. В общем, насыщенный год, очень сложный, противоречивый, любящий, ненавидящий, создающий, разрушающий. Вот этот темп, энергия, ритмика этого года, восьмого, она, конечно, особенная, никуда не деться от нее. Поэтому будут любить детей, животных, будут любить природу, любить все будут вокруг себя. Но страдать от любви своей будут очень тоже много. В личной жизни трагедий много, драматических ситуаций и так далее. Такой это год. Плодовитый, плодоносный, любеобильный, многодетный, детей много, браков много. Гуманитарный год. Тяга и к материальному миру, и к духовному. У них это распределено поровну. Вот такой это восьмой год. Очень хороший год. Дети этого года очень хорошие. Конечно, на нервах были все созданы, кого донашивали и рожали. Это, конечно, было ужас. Восьмой год никто никогда не забудет. Девятый год. Четкий, суровый субботний год. Земля, цвет черный, поминальный. И этим все сказано. Такая жирная точка в нулевых годах. Катастрофический конец нулевых годов. Впоследствия после дефолта, мирового кризиса. Это ужас. Вот это изобилуще седьмой, восьмой. Среда, пятница. И потом все накрылось. Как в двадцатом году после пандемии. Такой же был субботний год. Сатурна или, значит, земли цвет черный. Вот такой же был девятый год. Все затихло, замерло, разорилось. Все присели. Все упало. Все остановилось. Жуткий был год. Тяжелый, суровый, очень такой мнительный, мрачный. Поэтому дети замкнутые девятого года. Закрытые. Внутри сконцентрированы. Воля, логика, память сильные. Запоминает все. Впитывает себя. Вопрошает постоянно, что их ждет. Что их впереди ожидает. Медленной поступью двигаются к своей цели. Математика, аналитика, логика, цифры, бумаги. Документы изучать будут. Хорошие работники казенных служб. Высшее образование желательно им получать. Аналитики хорошие. Мозги хорошие. Управленцы хорошие. Чиновники, наставники будут хорошие. Тренеры. В спорте могут далеко пойти и добиться планомерных, заслуженных успехов, достижений. Год в этом смысле сильный, красивый, масштабный, интересный. Дети необычные, самосконцентрированные, очень умные, не по годам развиваются. Стараться будут опередить сверстников. Идут поэтапно, пошагово. Нестрастный, неразвращенный. Год осторожный. По-своему умнительный, суеверный такой. Идут достижения не спеша. Все запоминают, все фиксируют, впитывают, какие отношения, у кого с кем. Браком с семьей не стремятся особенно. Аскезы много у них, аскетики. Вера в Бога будет осмысленная, постепенная, глубинная, осторожная и основательная. Очень отличается. Единственный такой год в нулевых годах, особый. Поэтому он поставил, как я говорю, в нулевых годах четкую точку. Разочарование, реальности, суровой реальности и так далее. Поэтому эти дети тоже будут вносить в семью постоянную такую трезвость, осторожность, длительность и так далее. Долгожители, детей немного, но дети красивые, умные и сильные. Родоначальники в новых родовых линиях. Вот такие они, рожденные в нулевые годы. Мы просмотрели с 2005 года по 2009. Очень рад за родителей, за родственников, у которых такие прекрасные дети. Спасибо вам. Не прощаемся.